Всем привет! Сегодня буду готовить розочки из слоеного теста с фаршем и сыром в болгарском перце и в томатном соусе. Сейчас многие меня захотят переключить, но не спешите. Если вы получаете удовольствие от приготовления, если вы любите готовить с детьми, то этот рецепт именно для вас. Сначала приготовим соус. Он очень простой. Лук, чеснок и томаты. Я буду использовать половину луковицы, а другую половину отправлю в фарш. Так, теперь я пойду туда, к сковородке. Там буду жарить лук. В сковородку наливаем растительное масло. Теперь чеснок. Сейчас попробую почистить его, как шеф-повара. В принципе, получилось. И тоже произвольно его нарезаем. И сюда же отправляем томатный соус. Подсаливаем и тушим минутки три на медленном огне. Можно использовать перетертые томаты, но готовый томатный соус по вкусу мне нравится больше. Пока соус тушится, займемся перцами. Нам нужно их почистить. У меня сегодня вот таких два красивых болгарских перца. Между прочим, болгарскими их называют только в России. Потому что, когда в Советском Союзе очень много продукта везли из Болгарии по рынку, люди шли и спрашивали, откуда перцы? Да, из Болгарии. Это они стали болгарскими. А на самом деле, венгерские селекционеры вывели именно такой толстый слой перца, сделали его сладким. Потому что дикий перец, он только горький. Он сладкий не бывает. Но болгарский вклад трудно здесь переоценить, потому что именно они сделали перец разноцветным. Изначально он был только зеленым, а теперь какой есть? Желтый, красный, оранжевый есть, ну и зеленый. Количество перца рассчитывайте на порции, которые вы хотите приготовить. То есть одна половинка – это одна порция. Ну все, с перцем закончили. Теперь приготовим начинку для перцев. Она будет состоять из фарша. Его нужно подсолить, добавить перец. И можно добавить любую вашу любимую приправу. Что туда сыпануть? Ну, крупно, да? Для сочности сюда добавлю половинку оставшегося лука. Теперь натрем сыр на мелкой терке. Я буду использовать сначала половинку сыра, а другая половинка нам понадобится позже. Теперь займемся розочками. Они будут из слоеного теста. Как я всегда вам говорю, тесто я покупаю готово. Я его не готовлю сама, потому что это долго, это дорого и получится хуже. Немножко присыпем мукой. Вот таких стандартных два пласта нам будет достаточно. Раскатывайте потоньше, чтобы нам хватило на четыре половинки перца. Если вы готовите с детьми, в это время можно смело их звать, потому что мы будем вырезать кружочки. Кружочки можно вырезать специальной формой, но у меня такой нет, у меня есть вот такой прекрасный бокал, диаметр которого мне идеально подходит. Перцы сразу будем устанавливать в форму. А сюда нужно вылить наш уже готовый соус. В фарш еще добавим яйцо, куда же без него. Теперь формируем розочки. Ты решила молчать? Да, я же уже вижу монтаж. Ты что, не видела, что там снято, а ты уже видишь монтаж? Да. Вот ты, значит, залатываешь. В перец насыпаем сыр. Кстати, я не сказала, тесто я использую бездрожжевое, потому что если оно будет дрожжевое, розочка у вас слишком сильно расползется, а нам этого не нужно. Итак, поступаем с каждым перцем. И так будет с каждым перцем. Теперь мы же сделаем этот черный короб degli кусочков. Вот и готово. О, тут на всю семью хватит. Порадуйте сегодня вкусным ужином своим... Да я репетирую. Порадуйте сегодня своих любимых таким вкусным и оригинальным ужином. Приятного вам аппетита! А чтобы приготовить 4 порции таких розочек в перце, вам понадобится... 500 граммов слоеного теста, 2 сладких перца, 300 граммов фарша, томатный соус, 200 граммов твердого сыра, лук, чеснок, одно яйцо, соль, перец и растительное масло по вкусу. Редактор субтитров А.Семкин